Всем привет! Сегодня я расскажу вам об удивительном растении – хосте. Ее называют королевой тенистого сада и у нее есть настоящий фан-клуб, который находится в США. Хоста – это многолетний травянистый кустарник с красивыми заметными листьями, который хорошо развивается даже в тени и не требует сложного ухода. Зеленые полусферы хосты сохраняют нарядный вид в течение всего сезона, стойко переносят морозы, а кроме того являются настоящими долгожителями, произрастая на одном месте до 25 лет. Зарегистрированных сортов хост более 4000. Таким образом, садоводам предоставляется огромный выбор растений и, комбинируя их разные типы, можно получить уникальный рисунок живого оформления. В зависимости от высоты кустов и связанных с ней вариантов применения, хосту подразделяют на следующие подвиды. Почва покровная сорта до 20 см. Используют для заполнения отдельных участков вместо газонной травы или мха. Густой покров листьев угнетает развитие сорняков, придавая клумбам аккуратный вид. Такие невысокие растения уместно смотрятся и на каменистых горках и возле искусственных водоемов, фонтанов. Бордюрные хосты. 20-30 см. Лучший выбор для обрамления тропинок и обустройства фигурных мини-изгородей в архитектуре цветников. Довольно часто их выращивают в контейнерах с целью озеленения летних террас, балконов или подоконников. Среднерослые виды 30-45 см. Создают превосходный фон для красиво цветущих садовых растений дельфиниума, лилий, гладиолусов, астр. Гармоничное сочетание получается с хвойными деревьями и яркими кустарниками. Высокие кусты-хосты от 45 до 80 см. Выглядят максимально эффектно на больших площадках, вокруг берегов рек и озер. Кроме того, их можно применять в многоярусных композициях, украшая вертикальное пространство вдоль стен, заборов, широких дорожек. Декоративная ценность хосты в наибольшей степени зависит от формы и окраски листьев. Они могут быть сердцевидными, овальными, либо удлиненными, заостренным кончиком, ровными или рельефными краями. Есть также большое количество фактур. Гладкие и рифленые, с выразительными углублениями, сжатые, морщинистые. Некоторые сорта обладают глянцевой поверхностью, другие покрыты восковым налетом, третьи матовые. Расцветка может быть как однотонной, так и двух-трехцветной, с акварельными разводами, контрастной каймой по краям, темно-зеленой или золотой серединкой. Палитра листьев хосты включает весь желто-зеленый спектр, от кремово-белого, лимонного до насыщенного цвета морской волны и даже серо-фиолетового. Сорта желтовато-салатовыми листьями нуждаются в большем количестве света, чем темно-зеленые и сизо-голубые. Последние будут хорошо развиваться в тени, но нельзя допускать их чрезмерного полива, затопления и застоя воды в грунте. Укрывать хосту на зиму есть смысл только в регионах, где перед сильными морозами не образуется достаточно снежного покрова. Вход за хостой требуется минимальный. Достаточно регулярно увлажнять почву, не допуская ее пересыхания. Подкормить хосту можно два раза за сезон, ранней весной и в начале лета, любым комплексным удобрением для декоративных растений. Желаю, чтобы у вас на клумбах все зеленело и цвело. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok